привет друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу объясню и покажу как правильно нужно в бою думать чтобы понять где находится враг в каком кусту для того чтобы туда блондить и наносить ему урон или может даже убить я вам расскажу последовательность действий о том куда надо смотреть как думать и как понять где находится враг на каждой карте конечно есть свои особенности как понять но в принципе закономерность действий одинаковая всегда всегда нужно делать одно и то же чтобы понять где враг стоит и понять что он там есть хоть он даже не светится видим что лтшка поехала светить вражеское 1390 катится по полю также еще засветился т49 я думаю что все лтшки засветились все но на уши команды я в начале боя не посмотрел в данный момент когда я остановил сейчас реплей я смотрю в уши команд и смотрю сколько лтшек находится в бою также еще у некоторых людей сверху панелька с иконками танков включена можно посмотреть сколько лтшек там в начале боя но я стримил во время этого боя и не сильно внимательно играл поэтому в любом случае в любом случае даже бы если я в начале боя посмотрел сколько лтшек в бою все равно я бы посмотрел еще раз на уши команд и понял бы кто именно там стоит это очень важно в этот момент за долю секунды надо определить кто там стоит и определить где стоит и итак мы смотрим на уши команд кто там может стоять у нас есть информация про три танка два из них лт смотрим сколько всего находится в бою у нас лтшек 13 105 1 1392 т49 3 лтшек больше нет птшки там стоять не смогут а если и смогут скорее всего обзора у них не хватит поскольку с обзором у пт не так хорошо да и скорее всего большая часть из птшек туда даже не успеет доехать так быстро поскольку бой только начался да и в принципе на пт стоят все в основном в кустах далее там мог бы быть еще т-44 но скорее всего он бы засветился тяжелые танки жирные с тэшки девятого уровня в принципе там никому места нету кроме единственного танка мы понимаем что там находится 13 105 это третье лтшка она еще не светилась в бою почему я решаю что он стоит здесь в кусту во первых это этот куст находится у нас на том расстоянии на котором можно засветить 450 метров кустов больше нету которые бы могли меня засветить единственный куст вот этот но в него ну никто никогда в жизни не станет да и сбоку тут танки и до него ехать дальше и он более опасный это единственный куст в который можно во первых успеть доехать на этой лтшке больше некому туда доехать и места больше нету это единственное расстояние которое может меня засветить еще могли бы меня засветить слева но там никого нет потому что расстояние небольшое я бы тоже туда засветил в общем мы понимаем что здесь стоит 13 105 и все это мы в голове должны были перекрутить за пару секунд что мы дальше делаем откатываемся назад все это в голове определяем и начинаем туда блайндить но когда мы туда стреляем вот мы увидели что снаряд попал в землю поскольку от него пошли такие вот куски земли и отлетать и все сейчас мы стрельнули и от земли ничего не отлетело это значит что мы попали если от земли ничего не отлетает значит мы попали стреляем туда еще раз и мы опять попадаем мы видим что мы попадаем для того чтобы лучше видеть нужно в настройках игры отключить эффекты в прицеле третий раз я попадаю третий раз от земли ничего не отлетел значит я попал в танк стреляю еще раз сейчас я никуда не попал ну в смысле попал но в землю ну стреляем еще раз и сейчас не было понятно на сто процентов попал я или нет поэтому я зашел в настройки игры и включил там себе прицел кратности x25 обычно я играю x8 специально в настройках игры прямо в бою я себе поставил x25 чтобы видеть попадаю я или нет и сейчас мы видим чтоб все таки я попадаю и таким нехитрым способом мы убили лт 10 в начале боя который сейчас бы светил всю нашу команду на поле а птшки его бы прикрывали и убивали и таким нехитрым способом всегда я пользуюсь всегда одни и те же действия я проделываю миллион раз когда случается такое в бою если я свечусь неизвестно от чего я определяю сразу визуально где вокруг меня на карте находятся кусты в радиусе в котором меня могут светить где на карте находится то место откуда меня не могут светить потому что там зону закрывают союзники и там враги не могут находиться я определяю что единственная зона где меня могут светить находится здесь единственный куст который меня который рабочий может меня светить находится здесь в принципе я сам знаю что в него можно становиться и светить я даже делал видос с позициями про этот куст и и в принципе на каждой карте с каждого респа есть один два куста рабочих и вы должны про них знать потом после этого вы определяете в ушах команды кто это находится для этого нужно посмотреть кто светится и и потом посмотреть кто может кто может там стоять и все это нужно в голове прокрутить вы видели что промежуток времени между тем как я засветился постоял подумал и начал стрелять был пару секунд то есть за пару секунд я все это в голове прокрутил и начал туда стрелять и я довольно таки часто убиваю и попадаю без засвета во первых я пользуюсь картой ушами команды и указкой все очень просто никаких читов все просто и понятно и после этого моя команда может спокойно ехать вперед их никто не светит пока они не и сами не упрутся врагам в лицо я могу ехать спокойно дальше и продолжать спокойно себе бой вот такой вот гайдик конечно был бы он более обширным если бы я вам на каждой карте показал имбовые кусты и показал бы кусты самые рабочие но если вы очень давно играете в картошку вы уже сами должны знать а если вы не знаете то значит вы играли в игру world of tanks и после боя никогда не делали вывод где вы ошиблись что вы сделали не так и что нужно было сделать по-другому нужно пересматривать свои реплеи и делать работу над ошибками после боевой статистике будет видно что я по лт 10 нанес 1400 урона я вот целиком забрал он даже не засветился с вами был варчик играйте красиво пока